Продолжается последовательная работа по улучшению обеспечения населения качественной питьевой водой. Для этого реализуются важнейшие проекты по развитию систем водоснабжения с привлечением грантовых средств, в том числе и в Сардаринской области. 35 лет – это немалый срок. Население Махалей Охчангель в Ховастском районе уже и забыло вкус чистой питьевой воды. Были дни, когда мы пили воду из-за рыков, вспоминают представители старшего поколения. Итак, первые за три с половиной десятка лет в Махалю, где живет 1200 семей, пришла питьевая вода. Сейчас вода поступает в каждую квартиру. Жители получают полностью обработанную, чистую воду. Вот это оборудование было приобретено и установлено за счет кредитных средств Всемирного банка на сумму 139 миллионов суммов. Поразительно то, что за все это время сельчане ни разу не обратились ни в какую инстанцию с жалобой. Здесь, говорят, трудолюбивые люди не привыкли просить. Все делаем своими руками. Но решению проблем, открытостей и в целом поддержки со стороны государства рады все. Ведь сейчас в любом доме Махалей можно увидеть краник с питьевой водой. Согласно распоряжению президента, 25 июля 2016 года за счет кредитных средств Всемирного банка в самый отдаленный уголок Сардаринской области Охчангель от водного сооружения Срхалы Заминского района протянут водопровод с питьевой водой. За счет кредитных средств Всемирного банка из-за Минского района протянули водопровод. И в течение 2019 года жители этой местности были обеспечены чистой питьевой водой на 73%. Остальные районы также будут обеспечены питьевой водой до 2022 года. Работы активно ведутся и в городе Гулистане. По словам жителей, 12 лет в многоэтажные дома Махалей-Бустан питьевая вода не поступала. С 2017 по 2019 годы за счет швейцарских грантовых средств в размере 10 миллионов долларов выполнена строительная работа прямо от водохранилища Бешбулок, обеспечивающего город Гулистан чистой питьевой водой. Сегодня она приходит в каждый многоэтажный дом. В течение этого года в Гулистане всего централизованной чистой питьевой водой обеспечено 90 400 человек. 42% жителей подключены к системе канализации. Продолжая статистику, скажу, что с 2019 по 2020 годы в рамках программы «Обот Махаля» построены и реконструированы 8,6 километров водопроводов, освоены при этом 60 миллиардов суммов. В области в 2020-2021 годах будут организованы три лаборатории. На это выделили 26,5 миллионов сумм. Уже освоены 38 единиц лабораторного оборудования. Были также завезены технологии для определения качества воды. Таким образом, на 1 июля 2021 года обеспеченная вода достигла 64%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова